Всех приветствую! Один из подписчиков прислал в ремонт светодиодный фонарь. Профессиональный налобный фонарь от компании Ledlenser. В последний раз он продавался по цене 15600 рублей. Сейчас таких больше нет. Проблема, прибор перестал включаться. Со слов владельца, проблема в кнопке включения. Попробовали самостоятельно разобрать фонарь, чтобы устранить проблему, но не получилось. После чего решили отправить технику ко мне. Проверяю дефект. Видно, что при нажатии на кнопку включения появляется тусклый свет. Что нам как бы намекает, что кнопка включения все же исправна. И проблема в чем-то другом. Что ж, будем разбираться. Но сначала, дорогие друзья, хотел рассказать вам про свой новый микроскоп от компании Ndensta. Это модель AD409 Pro. Он отличается от моего старого микроскопа большим 10-дюймовым дисплеем. В остальном кардинальных отличий нет. В работе большой дисплей при том же коэффициенте увеличения как бы расширяет угол обзора. Что делает работу более комфортной. Становится проще искать на плате мелкие дефекты, типа трещин или сгоревших SMD элементов. Изображение на экран выводится с минимальной задержкой. Работать удобно. Видеозапись с экрана может вестись в максимальном разрешении 2160p. 24 кадра в секунду. Я использую режим Full HD и 60 кадров в секунду. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести этот микроскоп можно по ссылке в описании. Ну а мы возвращаемся к фонарю. Нужно понять почему он стал так тускло работать. По традициям жанра начнем ремонт с проверки элементов питания. Здесь используется литий-ионная батарея 21700 на 7,4 вольта. Напряжение на ней 8 вольт. Выше номинала. Значит фонарь должен работать. У меня сейчас нет сомнений в исправности батареи. Поэтому перейдем к проверке кабелей между фонарем и батарейным блоком. Отключаю их друг от друга и замеряю напряжение. 8 вольт есть. Хорошо. Теперь нужно разобрать фонарь и проверить приходит ли на него питание от батареи. И запитывается ли сам светодиод. Раз фонарь работает так тускло, может быть все же где-то есть обрыв. Необходимо это проверить. Понятия не имею как разбирается корпус этого фонаря. Поэтому приходится испытывать разные методы. Но без фанатизма. Чтобы не нанести прибору увечья. Для начала фонарь стоит снять с налобного крепления. Так с ним становится удобнее работать. И открывается доступ к крепежным винтам. Их 4 штуки. Головки под мелкий торкс. Выкручиваются отверткой из фикс прайса. Что делать после выкручивания винтов? Большой вопрос. Корпус так просто не располанивается. Разборка продолжается через линзу. Точнее ее регулировочное кольцо. Прокручиваю его по часовой стрелке. И оно отлетает. Кольцо фиксирует линзу. Теперь ее можно извлечь. Далее выкручиваю пару винтов. Они крепят фиксатор светодиода и пыльника. Вот теперь можно располнить корпус. Кстати, в его конструкции везде применены резиновые уплотнители. Так как фонарь позиционируется как влагозащищенный. Теперь можно узнать в чем состоит проблема. В проводке или же в чем-то еще. Проверяю напряжение на светодиоде. 14,5 вольта. Остается выяснить, что это за светодиод такой. Когда это узнаем, сможем сделать вывод. Неисправен драйвер светодиода или же сам светодиод. Подключил его к лабораторному источнику. Начинает светиться он от 23 вольт. Поискал подобные светодиоды на Алиэкспресс. Нашел модели максимум на 12 вольт. Скорее всего здесь используется такой же. Например, эта модель. 70-70, 20 ваттный светодиод. Он же XHP70. По даташиту имеет размеры 7 на 7 миллиметров. Прям как наш светодиод. Может питаться от 6 и 12 вольт. В зависимости от разводки платы. На нашем фонаре используется 12 вольтная разводка. Иначе откуда бы тут было 14 вольт? Очевидно же, что это напряжение холостого хода драйвера. Сам по себе светодиод здесь без опознавательных знаков. Сложно понять, что это вообще за модель. Приобрел один на Алиэкспресс для пробы. Это XHP70. Установим его вместо сгоревшего. Выпаиваю вот таким нехитрым образом. При помощи паяльника. Использовать фен, думаю, что не лучшая идея. Так как может расплавиться линза светодиода. Она выполнена из мягкого материала, похожего на силикон. Новый светодиод распаян на плате, которая одновременно служит распределителем тепла. И выполнена подложка платы из меди. Нагреваю ее и извлекаю светодиод. Какой именно стороной припаивать его на плату, особой разницы нет. Так как в фонарь он может устанавливаться в двух положениях. Ну, конечно же, нельзя перемыкать дорожки. Устанавливая диод поперек монтажным контактам платы распределителя тепла. Припой расплавился. Можно выключать паяльник. А это старый диод. Кстати, он с обратной стороны точно такой же, как новый. Однако, его линза чуть больших размеров. Это потому, что здесь используется не XHP70, как я подумал изначально. А XHP70.2. Можно подумать, большая разница. Но иных отличий, кроме размера линзы, между светодиодами нет. Токи у них идентичные. Я думаю, что здесь может использоваться светодиод XHP70. Но владелец решил установить конкретно такую же модель, что стояла с завода. Поэтому заказали XHP70.2. Точно так же его перепаял и установил в фонарь. После этого тестирую его. Фонарь теперь включается. Яркость свечения светодиода регулируется. Кстати, на самом деле это не светодиод, а светодиодная сборка из четырех светодиодов. Специально уточняю для умников из комментариев. Думаю, что у вас есть хороший вопрос. А почему сгорел светодиод? Точно не могу сказать, но возможно это из-за термопасты, которая здесь используется для отвода тепла от платы светодиода на корпус. Современная техника, она такая современная. Раньше мы меняли термопасты на ноутбуках и видеокартах. А теперь будем еще и на фонариках. До чего прогресс дошел, как говорится. Что будет дальше, я боюсь представить. Пишите свои фантазии в комментариях. Так или иначе, фонарь восстановлен на какое-то время. В ходе тестирования замерил нагрев корпуса в режиме максимальной яркости. На свежей термопасте корпус греется до 57 градусов. Почти как на видеокарте стоит заметить. Скоро фонариком вентилятор как у Карлсона надо будет ставить. В ходе тестирования прибор отработал без дефектов. Светодиод не сгорел. Но я думаю, что дни его сочтены. Если использовать в режиме максимальной яркости, да еще и в жару. В общем, буду молиться за него, чтобы не получить повтор. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. И до скорых встреч.